много говорим об прохождении одного из главных аспектов судьбы это отношение и отношение к миру и отношение к себе и отношение между различными субъектами не только между людьми человек же как-то относится к животным и так далее и тому подобное рассказ о том как попал человек гуру великому где-то там на востоке и лекция гуру подавал значимые великие слова говорил мы потом все разошлись этому человеку захотелось там на задний двор сходить пошел смотрит двери задние выходят вуру собака лежит на ступеньках ногой пошла вон отсюда вот все его слова о любви и единстве есть внешне и вот есть внешние движения какие-то они могут поддерживать поток энергетические могут быть про прямо противоположный человек вам улыбается весь такой сияет а у него же тут сзади нож который он вам спину и воткнет когда вы повернитесь и на физике такого много происходит в истории тогда то есть истинность и вот здесь только одно не психологи философы все находятся в этом каком-то заколдованном кругу внешнем приоритета внешнего поведении ритуалы нужны уважение этика для того чтобы поддерживать это но оно должно быть истинно и вот истинно это движение энергии встречаются два человека например кажется они не воздействуют друг на друга у них работают вот эта чакровая система взаимодействия те чакры которые работают потому что обычно у людей работают три нижних чакры иногда вот что-то работает там наверху у них работают три сферы их все ведут это мы рассматриваем ведут потоки грегоров и люди на самом деле проигрывают программы ведущий который настоящему пробудился он видит что им управляют здесь как бы сзади этот канал который мы неоднократно рассматривали вот задний канал это канал управления середины 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 это есть здесь центральный меридиан это канал сознания это сам вот тот инструмент с помощью которого человек может научиться управлять затем трансформировать его сознание сообразно состоянию взгляда на мир мировоззрению каузальный уровень судьбы и с помощью него как раз человеком управляет долгий процесс освобождения но мы будем рассматривать воздействие в отношениях сразу воздействие и прошло и что это такое человек стукнулся идет поток и он не обязательно будет внутренней программы когда человека ведут на разрушению начинает получать травмы почему что начинает отделяться или слишком воздействует и как это происходит то есть обычный человек вот он управляется и у него подходят различные потоки вот как бы игра и верные вот это фильм матрица смотрели вот как бы ряд идет вот различные потоки от различных игр игр может быть один игр игр и ки здесь накопление и у него уже накопление переживаний у него же родового игр игр тут мешок завис он через нижнюю часть подключается и самими движениями управляет в отношениях начинается напряжение там всегда напряжение всех это вот мамина зависимость от мамы пупочный центр пуповина астральная тянется да и вот человеком управляет и здесь ему создают и у него начинает раскручиваться вот это раскрутка сферы работающие на переживание на напряжение на желаниях это же сфера и контролирует вот этот тонкий план который собственно биополем уже будет не являться и у него начинает подаваться не подается с разных сторон это что есть информация и она начинает через образы включение программ органов чувств и человек уже видеть не то что есть на самом деле слышать не то что и вкусы у него начинает искажаться и начиная через горло продуцировать поток то есть на самом деле через него начинают воздействовать на другого человека и далее здесь уровне сознания и допустим этому человеку не понравилось поведение ему уже внушили на самом деле вот этого человека внешне как всегда и здесь идет поток вот прямо вот сюда начинает бить человека данного он может проникнуть здесь могут вот это ваш человек этот родовой за цепи через родовой поток а этого человека обычно вот родовые вот так вот действует эгрегорные воздействие то есть здесь у нас эгрегорные воздействия социальные например религиозные здесь родовые и этому человеку уже например этот человек эгрегорные в это эгрегорная привязка слабенькая скажем так идет а этого плотная этого плотного у него прямо проникает эгрегор увязана с родовым эгрегором он такой более активный это более пассивный и у него вот идет раскручивание его программ идет раскрутка начинается управление вот канал позвоночника начинают и он уже начинает говорить но на самом деле поток идет из горлового центра как этот что-то говорит но они могут и не говорить это просто вот какое-то взаимодействие на физике но уже потоки идут здесь поток отбрасывается потому что это более сильный отбрасывается и направляется на самого себя у этого человека не получается управлять и у него возникает программа самоуничтожение псу а у этого человека получается и у него уже получается значит у него уже на нижних уровнях начинает допустим из солнечного сплетения еще добавочный поток идти если он недоволен не только поведением но и отношением данного человека ему его поток пробивает уже проходит уже на втором уровне недоволен способностями данного человека значит на третьем уровне но на верхних уровнях обычно там идет подключение сзади чакры они не открыты и нету возможности проникнуть проникают по низам то есть вот данного человека вот сильный эгрегор допустим этот пришел на работу вот этому который ведущий эгрегор родовой эгрегор соединяет и дает возможность вот этому провести поток провести поток вот этому эгрегору родовому эгрегор тоже родовой эгрегор сильный проводит потоки начинает воздействовать еще дополнительно воздействовать снизу может через ноги проходить это человек оказывается в таком подчиненном состоянии что он уже не просто своих программ на него нагружаются еще вот это силовое принуждение отдавать энергию энергия отдается человек привязывается еще больше к роду этот родовой эгрегор заинтересован привязать еще вдобавок сильному родовому который соединен с каким-то эгрегором обычно эгрегором много но мы разбирали то есть вот эти воздействия они собственно ряд что я могу почувствовать в общении с другими людьми комфорт дискомфорт мне хочется общаться но хочется общаться не из-за внешнего опять же внешним часто покупают стя какие-то комфортные условия то есть сыр в ушел либо человек навязывает лезет вот этот вот сюда а почему есть дым уже управляют вы затягивали поэтому внешние действия все они достаточно ложные и и есть взаимодействие более высокого порядка самый высокий мы не будем рассматривать это взаимодействие людей сильной души когда у них идет поток общее пространство накрывает где люди которые могут там находиться одни отдают себя этому другие вам перед просто подстраивается какое-то время потом все равно выдавливают но нам надо увидеть не это игры верные взаимодействия а что мы делаем сами то есть что у нас есть для того чтобы можно было правильно взаимодействие не воздействуя не воздействие то есть есть родовые грегоры у всех до тех пор пока есть это беспокойство забота не внешние движения а это что-то звучит и до тех пор пока нура родовое наработанная привязанность к родственникам человека будет это подключение до тех пор пока человек действует теми же методами также смотрит на мир как его мама и папа и же ценности поддержит у него будет подключение к родовому игре как ебла него родовые игры еще раз повторяю кто бы там не культивировал рот там и тому подобное они все низко часто не не вышли в новое время старые все остались установки и вот тут такой процесс когда вот эти уровни сознания отвечающие за быть не они ставятся на первое место в отношении она на первое место ставится чувствование и вот это чувствование когда человек живет на чувственно интуитивном восприятии мира у него и образуется это поле почему зеленым еще некие нейтральное состояние и вот здесь начинает появляться вода субстанция которая контактирует вот другим человеком нет тоже поле образуется на обычно когда человек на этих подключениях она не ударяга но в любом случае вот этим полем человек начинает воспринимать и он воспринимает объемно то есть у него потоки какие-либо не проходят и он не направляет свои воздействия и когда он говорит вот так объемно у него работающая вот эта сфера другим цветом эта сфера начинает подавать поток по каналу управления через горло а не через мозги то есть идет раскручивание поле общения поле взаимодействия начинает раскручиваться отсюда она будет касаться и могу и ментальное восприятие но первую очередь человек говорит как говорит от сердца это мы говорили как 8 секультирует улыбка радость там любовь но она не должна излучаться она должна наполнять это любовь наполнять иди вот на задний канал раскрывать расширять чтобы канал управления не был жестким что всех вот этого зажатость зажатость означает что человек и человеком точнее управляют и продавливают когда идет вот это наполнение мы наполняем себя и в этом состоянии наполненности начинаем общаться здесь уже другое уже нету прямых каких-либо воздействий а идет сообщение общение чувство чувственное поле общения и опять же возвращаясь нужно помнить что есть три нижних уровня сознания уровне бытия это уровне форм материальных форма тела там какие-то навешивание чего-то на себе это ритуал это одна уровень отношений как там относиться правильно с отношений это проявление способности это все надо делать но от этого нельзя зависеть на это это не заставить на первое место то есть человек должен быть подготовлен вот за материально за телесно отвечает этот уровень человек должен уметь общаться удерживать эту этику отношений не давить но не поддаваться чем даже проявлять свои способности способности он должен проявлять свои вот вот этой наполненности а да не естественно применяется а не когда он хочет получить вот тут опять надо отметить сразу же воздействие начинается когда человек хочет что-то получить планировать можно все что угодно но не желать это получить все планирую видение своего какого-то такого движения в реализации там вот это хочу проявить другое третье хочу вот жить там в таком-то месте сейчас с такими-то людьми я хочу это создавать но я не хочу это получить тут надо увидеть это тон состояние отдача себя и состояние получения себе то есть этот некая такая карта отношений она мы когда-то разбирали эти взаимодействия между мужчиной и женщиной как это происходит но общее подтекстом что научиться правильно общаться это довольно сложно нужно научиться видеть как человеком управляет управляет особенно в отношениях когда начинается общение что вы хотите хотите что-то дать уже времени затянуть себя зависимы или хотите получить и то же время получение чего-то это нормально для народе есть такая поговорка дают бери любви тут надо увидеть когда вам дают что при этом вас блин на самом деле надо не брать и обижать но они не имеется внешне но такая небольшая короткая лекция по воздействию смысл том что люди взаимодействие друг другом проводят потоки игры горов которые через них воздействует на людей на пространство и получается что люди воздействуют друг на друга все время не в той творческой чувственной душевной отдачи себя пространство а в тех потоках проникновение подчинения для подключения и слива энергии потому что все что не происходит в мире во вселенной это все игры игры выше как их не называть то есть это энерго информационное объединение которые управляют людьми и чем они питаются энергии все внешние движения денежные по что это движение на это игры вот здесь как бы не говорили что вот земля там тюрьма или еще что-то на сами все хотят получить поэтому когда люди перестанут быть потребителем туда и перестанут вопрос и это же есть некая схема мы разбирали до обобщение подчеркивание того что нужно делать себя и находиться в этом чувственном состоянии в этом все везде говорят но только начинают общаться с кем-то сразу почему-то забывают про свое чувственное состояние и все начинают то есть здесь должна быть тонкие ощущения то есть здесь должна быть легкость а здесь должна быть плотность вот я готова три уровня и наполнен здесь легко свободно говорю не зажатого так вот то есть надо увидеть что когда ты начинаешь общаться у тебя вот тут начинает такое плотность наполняется человек уже вот уже вот он весь здесь а здесь всем потерял и наступил куда угодно то есть здесь легко должна быть здесь плотность не в этой легкости начинаешь видеть а что из тебя вот излучается когда плотно сжато тогда ты ничего не увидишь и говорю именно о реальных ощущениях здесь надо смотреть за телом сколько мы говорили что вот он вот она сфера вот эта нижняя это центр монады изначальной силы заложенной человека и человек должен развивать вот эту сферу которая регулирует три нижних уровня сознания и интеллектуальный центр это умное животное то есть монада это умное сильное животное когда ты чувствуешь видишь ощущаешь все процессы пространстве внутренних наружу ты уже знаешь что тебе надо отдохнуть поесть двигаться и так далее это самая монадическая разумность разумность животного высокоорганизованного и им надо стать который управляет собой и своим вот этим проявленным состоянием психофизическим эмоциональным ментальным это скажется на каузальном состоянии судьбы там где соединяется чувственное состояние и состояние сознания мы разбираем вот и только сделав себя вот этим вот устойчивым чувствующим сначала ощущающим а потом чувствующим пространство внутренне внешне умер приходить на интуитивно чувственное восприятие это уже творческая сфера а здесь просто умение быть тем кто развивается это вы просто знаете что вам скушать с кем вы можете общаться или у вас сразу чуйка это работает не надо общаться то есть допустим у нашей даоской системе идет все время наполнение данной сферы энергия собирается здесь тоже самое юге которая деградирует данным давно версии туда куда-то не поднимаются они не желают или быть мы и темные поголовно за редким исключением вот так как сравнение на цигуны опять та же самая система когда человек наполняется но он хочет он хочет активно двигаться поэтому здесь более высокий уровень восприятия мира ну и вот тут он далеко не всем дал а ну и вот здесь вот а а а Продолжение следует...